В Шемкенте родителям учеников начальных классов и педагогам пришлось сегодня буквально прорываться в собственную школу. Они заявили, что с утра детей не пустили на занятия и вообще заставляют перевестись в частное учебное заведение по соседству. Бахром Абдулаев разбирался в этой истории. Выяснять отношения с администрацией школы номер 29 с раннего утра пришли десятки родителей. Среди них и мать троих детей Юна Кириченко. Она говорит, что пап и мам вынуждают перевести детей в частную школу по соседству. Мы не согласны. Если они не будут наших детей пускать в школу, мы будем бунтовать. Где зауч? Где учителя? Вот сейчас мы стоим столько часов здесь. Где? На один наш вопрос не ответили. Не в лучшем положении и учителя. Они говорят, что их тоже заставляют перейти работать в частную школу. Утром меня с детьми не впустили в школу. Я сказала, что буду преподавать детям в коридоре, но не пойду в частную школу. Думаю, что руководители хотят поддержать и продвинуть частный бизнес. Но если мы перейдем в ту школу, нам сократят зарплату. Мы не увидим и своих отпускных. Классы расформируют, так как в частной школе маленькие классы. Частная школа, о которой идет речь, буквально в 100 метрах от государственной. Ее открыли в сентябре прошлого года. Но после двух месяцев работы закрыли. Родители говорят, что здание совершенно не предназначено для полноценного обучения. В прошлом году это здание арендовала наша школа. Дети там учились. Во дворе там есть еще общежитие. И кто там только не живет. На территории мусор, презервативы. Не дай бог в этом общежитии живет педофил. Возьмет и затащит моего ребенка. Кто за это будет отвечать? В управлении образования объяснили, что государственная школа переполнена. Вместо 800 там в три смены учатся почти 2000 детей. Поэтому, чтобы разгрузить государственную школу, часть учеников решили перевезти в частную. Обучение там останется бесплатным. В частной школе есть все необходимые лицензии и разрешения. Они получают дотацию от государства. Взамен должны дать качественное образование детям, хорошую заработную плату педагогам. Никто никого не увольняет и не выгоняет. В следующем году мы введем ограничения на прием в государственную школу. У педагогов сократятся оплачиваемые часы. В Шымкенте 14 школ с трехсменным обучением. Еще в 18 городских школах классы переполнены. Бахрам Абдулаев, Жан Сирик Барамбаев, Информбюро, Шымкент. Еще больше важной и интересной информации на нашем YouTube-канале Информбюро 31. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новостей.